Сегодня в гостях Алексей Махинов, заместитель директора Института водных, экономических, экологических, простите, проблем, хотя экология, экономика тоже, доктор географических наук. Итак, вот особенно дачники, особенно те, у которых не затопило, вот буквально ждут от вас приговора. Сколько еще, на сколько еще сантиметров поднимется? Тем более, что по прогнозам 17-19 это пик. Ну, на метр не поднимется, потому что сейчас уже стабилизировалась ситуация на Верхнем Амуре, на большей части Среднего Амура, поэтому если в ближайшие две недели еще не пройдут каких-то больших циклонов или тайфунов, которые сюда не смогут вторгнуться, то тогда нам ничего страшного ожидать не следует. Но 6 отметков, скорее всего, будет переедена. Ну, 6, собственно, видимо, сегодня ночью уже. Не самое, да, критическое. Ну, 6 это как раз отметка, когда явление считается опасным. Так что все равно это достаточно много. Вот, и еще ни разу в истории Амура не было, чтобы три года подряд была превышена отметка 600 по Хабаровску. То есть мы опять можем такой антирекорд поставить? Да, опять, но это не антирекорд, а, наверное, действительно рекорд будет, если это случится, скорее всего, и случится. Значит, вот такая ситуация. Амур все время преподносит нам сюрпризы. То есть мы можем сказать, что, в принципе, самая неблагоприятная ситуация, она миновала, да? Пока вот можно об этом говорить, что в ближайшие дни начнется, скорее всего, снижение. Ну, после пика. А что касается вот отдаленной, несколько отдаленной перспективы, потому что все большие наводнения на Нижнем Амуре, в том числе и в районе Хабаровска, они все бывали, пики всегда были в сентябре. И даже 13-го года, 8-го числа, 8-го сентября был пик в Хабаровске. А вот эта повышенная водность, ну, так я мягко говорю, повышенная водность, ну, по сути, в середине августа, она не может отсрочно повлиять там на сентябрь? Что вот вода не успеет вся уйти, потому что были разговоры о том, что вот эта четвертая волна, она длинная, да? То есть, если предыдущие волны был такой подъем резкий, достаточно резкий спад, то здесь вот как-то все может затянуться. Ну, все это неожиданно может быть, потому что, действительно, если придут тайфуны, пара тайфунов вот еще где-то в начале, в конце августа, в начале сентября, то они на фоне достаточно высокой водности могут этот пик превзойти, который будет тот сейчас, вот через несколько дней. Алексей Николаевич, ну, вот смотрите, вот у каждого у нас в телефоне, наверное, стоит программка прогноз погоды. Там на 10 дней вперед дают, и, в общем-то, знаете, ну, бывает, что там ошибается вот эта программка, но достаточно редко. А вы говорите, что вот, ну, на две недели вперед сказать сложно, будут тайфуны или нет. Почему вот такое, ну, как бы, такое несоответствие? Потому что тайфуны формируются над Тихим океаном. Океан — это вообще кузница погоды. И возникают они, у них нет таких предпосылок, когда можно было бы сказать, что через неделю или там через три дня появится тайфун. Он может неожиданно появиться, буквально там в течение нескольких дней. И движется он тоже стремительно и в разных направлениях. Поэтому, если он даже изродится, где-то, скажем, в Южно-Китайском море, тайфун, то неизвестно, куда он пойдет. Он может пройти и через Японию, и нашу Камчатку, может пройти через середину, вот, центральную часть бассейна Амура. И, соответственно, результаты в Амуре будут разными. А вот та жара, которая стояла у нас, ну, рекордная по длительности, она может как-то повлиять на формирование тайфунов? Ну, я не знаю, она в Китае, в Желтом море такая же стояла или там в Тихом океане? Жара везде. Ну, друзья, сейчас Олимпиада была в Японии, мы уже видели, что там такая же погода, как и у нас в Хабаровске была в это время. То есть, очень высокая температура. Но здесь связи такой нет. Прямой нет. Нету прямой связи между жарой и тайфунами. Хотя, знаете, вот есть такая гипотеза, пока она еще не совсем точно доказана, что там, где длительное время стоит жаркая погода, а она сопровождается потом еще и пожарами, то там возникает область высокого давления. И она, эта область высокого давления, достаточно стационарна, слабо подвижна. И тогда все циклоны и тайфуны, которые упираются в нее, они стараются обходить где-то сбоку. И тогда вот... То есть, возможно, эта высокая аномальная жара нас в какой-то мере спасла, да? Да, возможно, что... Смотрите, у нас ведь жара была, а вот в Нижнем Прямурье особо дождей-то не было. Они все были там, в основной части бассейна, где формируется сток амура. Но и также, смотрите, и на Уссури не было большой воды. А вот Зея, Бурья и Сунгари – это вот те бассейны, которые туда, вглубь континента расположены. У нас зрители, как правило, больше всего, вот почему-то они боятся даже не тайфунов, а не циклонов, а сбросов на ГЭС. В ближайшее время не планируется там сброс, а не удерживают? Ну, тут я тоже не могу сказать по этому поводу ничего, потому что есть специальная организация, которая следит за уровнем воды и рекламентирует сброс или, наоборот, задержание воды в водохранилище. И они действуют исходя из своих нормативов, и поэтому они следят за этим очень внимательно. А что касается влияния, то это однозначно, что ГЭС помогает сократить наводнение. Все-таки они задерживают основную часть воды, пусть и сбросы идут, но сбросы идут, ими можно как-то регулировать количество воды, которое поступает в реки. То есть, паводок прошел пик, а в это время можно сбрасывать, он уже не повлияет на пик. То есть, в этом отношении, в целом, водохранилище регулирует сток рек. Алексей Николаевич, вот, по-моему, вы сами не раз говорили, что основной приток нам, ну, помимо Верховья Амура, дает Китай, если я ошибаюсь, поправьте, там до 40%, по-моему. Да, около этого, поменьше, там. Ну, может, чуть меньше, там, 35-30%. А вообще, вот, вы как ученые, вы с китайскими гидрологами как-то взаимодействуете? То есть, есть понимание, какая ситуация вот на той стороне? У нас больше взаимодействие с китайскими учеными по поводу янзы, потому что янзы, амур, очень похожие реки, и их изучаем примерно одинаковыми способами и общие какие-то закономерности имеются. А что касается Амура, то в Китае не очень приветствуют наши совместные исследования по Амуру. Да, они есть. Мы неоднократно предлагали китайцам вместе с нами провести экспедицию совместную по Амуру или получить какие-то материалы по Амуру. Вот по всем рекам в Китае есть ежегодники, есть данные, которые можно купить в обычном книжном магазине. А вот по Амуру нет? Нет таких данных. То есть, это как в банке без объяснения причин происходит? Или какие-то, может быть, аргументы высказывают? Нет, никаких таких вот явных аргументов с их стороны нет. Вот нету и все этих данных. А они нужны для анализа. Поэтому недостаток вот этой информации, он затрудняет. Ну, возможно, они это на всякий случай делают, чтобы не обвинили их? Нет, у нас есть с Китаем, особенно после аварии, которая была в 2005 году, договоренности соответствующие и наблюдение за качеством воды совместно, оно сейчас, правда, прекратилось, но оно было, и обмен информацией. Соответствующие наши организации, гидрометцентры наши, аналогичные организации Китая, обмениваются этими данными. Но они обмениваются, насколько я знаю, оперативными данными. То, что сейчас происходит. Все-таки давайте вернемся к пикам паводка. Вот этот у нас уже третий, да, по-моему? Четвертый. А, четвертый? Пятый будет? Вы сами говорили, что у нас до сентября... Очень маловероятно, но ничего невероятного не бывает. На море не может быть ничего такого вероятного, которое можно было с определенностью сказать на больше, чем две недели вперед. В Сирии никогда не говори никогда. Вот где-то примерно так. И еще, вы когда-то говорили, что у нас вот на самом деле периодами водностями бывает, да, несколько лет вот повышение уровня, потом несколько лет, наоборот, понижение, когда наконец-то череда паводков пройдет. Вот это... Вроде как уже долго терпим, почти 10 лет. По многолетним наблюдениям цикличность, она вот когда... Вот это интересное явление, оно проявляется не только на Амуре, она и на других реках мира. Вот. И периоды повышенной и пониженной водности, они характеризуются чем? Пониженной водности, что никогда больших паводков не бывает. Вот на Амуре за всю историю наблюдения было пять периодов высокой водности, сейчас вот пятый идет. И до этого четыре периода малой водности. Так вот, в периоды малой водности за всю историю вот этих наблюдений ни разу не было превышения шесть метров по Хабаровску. То есть в периоде малой водности наводнений больших не бывает. А вот в периоды высокой водности они как раз очень часто. И особенно выделяются 50-е годы, когда за четыре года подряд было три... В течение четырех лет было три больших наводнения. Сейчас такую же картину мы наблюдаем вот в этот период высокой водности. А сколько по времени может длиться период высокой водности? А период водности или низкой, или высокой, они тоже не имеют четких границ, что там, скажем, 12 лет прошло и все. Они бывают от 11 до 17 лет. Так вот, сейчас этот период высокой водности, он начался в 2009 году. То есть где-то он еще... Больше половины уже прошли. Значительно больше половины, еще несколько лет. Это так же, как спиком паводка. Вроде скоро. Вроде скоро. И последний телефонный звонок уже сегодня. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Татьяна, говорите. Я как дальневосточница коренная, могу сказать, что у нас паводки прекратятся только лишь после того, когда Пик Газпрома перестанет перевозить свои эти комплектующие. Вот к 30-му году он и прекратится. Спасибо Газпрому. Ну, это довольно распространенное мнение. Да, спасибо вам за звонок. Ну, по-моему, уже ответили на этот вопрос в ходе разговора. Спасибо за интервью. У нас где-то был Алексей Махинов, заместитель директора Института водных и экологических проблем ДВУРАН, доктор географических наук. Продолжение следует...